Слава Украине! Привет всем от Полонского! У нас тут на телеграм-канале очередные высказывания Гиркина. И вот этот Гиркин этот... Вы знаете, это уже такой жабагадюкинг становится очень интересным, потому что жабагадюкинг уже направленный на Путина. И тут даже я немножко даже руками развожу, потому что Гиркин на святое посягнул на царя всей Амосковии. Это уже серьезно, да. И напрямую обвиняет царя в создании негодной армии, негодного генералитета и вообще систему управления, которая никуда не годится. Во как! Так что, вы знаете же, габагадюкинг у них такой сейчас, что... Ну, ладно, если раньше там Гиркин ветерал ноги у этого самого Герасима и Муму, я имею ввиду Шойгу и Герасимова, то, конечно, подняв уже, как говорится, планку до самого вот этого вот кремлевского пляшивца, ну, тут уже, конечно, да. Тут уже, конечно, очень серьезно. И так, если... Кот, иди, Мася, иди. Хорошая девочка, иди. Да, так вот, если уже подня, так говорится, планка аж туда, то тут уже, конечно, возникают мысли, а каким образом это все получается, и что вообще у них там происходит. Значит, в двух словах, что говорит Гиркин. Кстати, Гиркин полностью повторяет то, что я говорил, наверное, еще год назад, когда расисты напали на Украину. Ну, я, в принципе, абсолютно то же самое говорил, что он сказал сегодня. Значит, суть в следующем. На России создана вертикаль власти. Это мои слова еще, можете там проверить, черти когда. На России создана вертикаль власти, где подчиненный, где ценность подчиненного не в том, что он доложит начальнику истинную картину положения вещей, а ценность подчиненного в том, что он донесет до начальника то, что начальник хочет услышать. И вот этим начальником, прежде всего, является их вот этот президент, как его там, Путин. Так вот, царю надо, как говорится, доложить то, что он хочет слышать. Это чисто, вот такая, знаете, азиатская манера из тысячелетней давности, когда, помните, казнили, казнили этого посла, или казнили этого посланника, который принес дурную весть. Или просто ханца, который принес дурную весть, который вообще понятия не имел, о чем там идет в этой депеше, которую он везет. Его просто брали и казнили. Потому что принес, принес ту вещь, которая не нравится хану. И вот на России это осталось по сей день. Там не докладывали. Ну, Сталину точно так же, кстати, докладывали. Ну, там, нет, кстати, вот у Сталина, у офицеров там хватало ума доложить. Их, конечно, за это все расстреливали. За то, что, опять-таки, чистое азиатчина. Расстреливали за то, что они докладывали реальную обстановку не на фронте, а перед войной с немцами. Так что тоже было дело. Ну, и Путин ничем не лучше Сталина. Такой же вот моральный урод и садист. И, собственно говоря, при нем генералами стали, во-первых, те, кто и тут Гиркин прав. Те, кто докладывает чушь собачью, но это чушь собачья. Она полностью идет в унисон с тем, что хочет слышать вышестоящее начальство. Ну, и второе, это варьё, отпетое варьё, которое тупо ворует. Все, что плохо лежит. И все, что хорошо лежит, тоже ворует. И покупает себе должности. Вот, собственно, две категории людей, которые поднимаются по военной лестнице. И по чиновнице у них абсолютно то же самое. на так называемой России. Все, другие люди у них не приживаются. Там порядочных людей нет во власти. И вот подонки двух различных типов. И то, что Гиркин сказал сегодня, я говорил уже давным-давно. Так вот, еще один очень интересный момент в этом всем. Если раньше тот же самый Гиркин обвинял, я же говорил, Герасима имму, то теперь он обвиняется в царя. А вот это говорит уже о многом. Это говорит уже, причем в открытую, называя фамилию Путин. Вот можете перейти по ссылочке у нас в описании к данному ролику и посмотреть. Он тупо называет фамилию Путин. Это говорит еще об одном. Власть вот эта вот бункерного ослабевает. его начинают топтать ногами. Его не уважают оппоненты. Его... Конечно, я понимаю прекрасно, что Гиркин может из себя представлять фейковую оппозицию и в принципе становиться таким громоотводом для того же Путина с тем, чтобы, как говорится, оппозиция, ну, якось там сгуртувалась на вколо Гиркина, бо він такий гарный хлопец и так далее, и так далее. И так вот мы его підтримаем, мы его поддержим. А настоящая, мол, оппозиция останется без помощи. Да, и такое может быть, но это слабое утешение. Понимаете, когда он же вот тут вот какая штука. Он выступает, этот Гиркин, и он знает, что вот этот видосик из небольшого московского кафе, где там его слушает пускай там полтора-два десятка, может три десятка, не знаю, сколько там сидит единомышленников, этот видосик наберет миллионов, пять или десять просмотров на самой России. Фактически это как это как телевидение по мощи. И он напрямую обвиняет этого вот Путина, Пляшиева. И тут уже возникает вопрос о том, что Путина больше они, судя по всему, не боятся. Он для них, судя по всему, уже кусок дерьма. Но они его и не боятся, и презирают. Или, по крайней мере, кто-то из них. Одно дело, знаете, завуалировано гавкать на Шойгу, говорить, что он там вот такой, сёк, сёк, такой, ну понятно, кто такой Шойгу. Ну да, это женщина, это мужчина или женщина, с которой Путин вместе ездил, так сказать, удовлетворять по всей виду какие-то потребности в лес, в отпуск. Все же ездят с женами, так сказать, на море, чтобы возобновить семейные связи и так далее. А он ездил с Шойгу для той же самой цели в Тайгу. Шойгу в Тайгу, да, хорошо ездил. Это одно дело, как говорится, гавкать на путинскую любовницу, а другое дело на Путина. Ну вот, уже начали гавкать. Значит, всё идёт совершенно плохо. Даже с их точки зрения всё идёт совершенно плохо. А для нас всё идёт, как говорится, так как надо. Слава Украине!